Николай Марчук. Керченский узел 2. Читает Саша Степанов. Пролог. Апрель 2026 года. Окрестности города Вашингтон, США. Товарищи бойцы! Воины! Мы прошли долгий путь. Мы проливали кровь, сражаясь за нашу родину. Мы защищали наших жен, детей и матерей. Мы освобождали европейские столицы от гнета войск НАТО. Мы били за правое дело. Еще немного, и враг будет разбит. Генерал стоял на самодельной, сбитой из досок трибуне, кричал в громкоговоритель. Те бойцы, которые поднимут знамя нашей дивизии над зданием Капитолия, будут награждены звездами героев России. Их имена будут записаны в пантеон воинской славы, наравне с именами таких прославленных героев, как... Генерал зыркнул в бумажку подсказку и с кроговоркой выдал. Алексей Берестом, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. — Слышь, псих, я не понял, о чем первого и второго бойца назвал по имени и фамилии, а третьего и четвертого только по фамилии? — шепотом спросил у меня стоящий справа сержант с позывным Бамут. — И вообще, о ком этот рыжик сейчас говорит? — Бамут, древний ты человек. Одно хорошо, пулеметчик от бога. — Карл Маркс и Фридрих Энгельс — это не муж и жена, а четыре разных человека, — пошутил я. Он назвал три имени и три фамилии. Мелитон Кантария — это один человек. Эти трое водрузили знамя победы над Рейхстагом в 1945 году. — Запомнил? — Дурья твоя башка. Стоять на жаре битый час было невыносимо. Все-таки хорошо они в своей Америке устроились. Их столица, хренов, Вашингтон, находится на одной широте с Турцией. Так что у них тут чаще всего жарко. А мы стоим, как идиоты, в полной боевой выкладке, увешанной оружием и закованной в штатную броню. Бойцы из моего отделения вообще-то в бронежилеты облачаются, только находясь на блоках или если нас приехали снимать журналюги. А в реальном бою броник больше мешает, чем помогает. Ладно бы где-нибудь в тенечке сейчас лежали с пивком в руках, так нет. Выстроили два батальона на разогретом от раннего весеннего солнца бетоне взлетной полосы и вещают уже битый час, что именно мы должны взять этот чертов Капитолий и водрузить над ним знамя нашей доблестной, краснознаменной 10-й штурмовой дивизии. Ну, конечно, мы, а кто еще? Первый и второй ДШБ. Тут без вариантов. Только нас можно послать в самое пекло с четким приказом притащить Люцифера и бросить его перед светлые очи начальства. И мы пойдем и выполним поставленную задачу. Жариться на солнце было невыносимо. Пот стекал по спине, оттуда по заднице, потом по ногам и скапливался в ботинках. Черт, вы ботинки! Ну вот почему нельзя было обуть красочи? Они у меня черные под цвет ботинок. Хрена бы кто заметил несоответствие. Я стою в четвертом ряду, за спинами своих сослуживцев. Эх, сейчас бы пивка холодного подлечиться после вчерашнего. Псих! Псих! Пыть сюды! Отлег меня от грустных мыслей ротный. Псих, епта! Комбат сказал, что надо какую-нибудь речуху двинуть перед ротой, епта! Чтобы они потом крикнули «Ура!» епта! А я, епта, не знаю, что говорить, епта! Выручи, епта! Киношники хронику снимают. Им по сюжету, епта, надо так. Звук потом наложат, епта. Можешь говорить все, что хочешь, но чтобы без мата, епта. А то по губам потом прочитают, епта. А я не могу, сам понимаешь, епта. Михалыч, ну а чё сразу я? Вон с синицы поручи. Хули он свои звездочки просто так, что ли, на погоне носит? Кивнул я в сторону командира второго взвода. Псих, епта, не еби мозги, епта. Ну какой синицы вояка, епта? Он же щуплый доходяга. Иди двигай речуху. В конце концов, кто из нас командир первого взвода? И прославленный орденоносец? Я или ты? Вот такая вот у нас необычная рота. Ротный прапорщик. Один взводный лейтенант. Второй взводный, то есть я сержант. Третьего пока нет. Вместо него ефрейтор Шинин. Ворча по дну с ругательства в адрес пожилого прапорщика скинул с себя РПС с подсумками бронежилет, шлем и автомат. Уложил все это на бетон и вышел из строя. Перед мной моя родная первая рота. Слева и справа остальные части первого и второго ДШБ. Выстроенные на бетонке три взвода первой роты первого десантно-штурмового батальона особо внешним видом не поражали. Михалыч, конечно, постарался в первые ряды выставить особо подтянутых, высоких и обладающих хоть немного человеческими лицами воинов. Но, честно говоря, вышло это у него не очень. Причем старшего прапорщика Петра Михайловича Конюхова никто бы за это не осудил. По той простой причине, что в нашей разведроте особых плакатных красавцев как-то не водилось. Не приживались они у нас. А если такие алленделоны и попадались, и приживались в роте, то очень скоро их морды разукрашивали кривые полосы шрамов. 92 человека, разведчики-штурмовики, элита прославленной десятки. Нас за глаза называли взломщиками, потому что только мы могли взломать вражескую оборону, найдя в ней малюсенькую брешь, в которую аккуратно бы влезли и потом расширили до такой степени, чтобы следом могли пройти танки. Нет, остальные 3000 вояк, стоявшие сейчас на разгоряченном бетоне и составляющих ударную силу десятки, тоже были бойцы, что надо. Но первая разведрота была одна такая на всем белом свете, и второй такой не было. «Мужчины!» Криво улыбнувшись, начал я, немного повысив голос. «Завтра нас кинут на штурм Вашингтона. Как только возьмем этот хрен в городишко, так сразу война закончится, и можно будет возвращаться домой к своим бабам и их волосаткам. Так давайте сделаем это как можно быстрее, а то меня эта война уже порядком за и...» Тут я осекся, вспомнив, что материться нельзя. «Надоела мне эта война. Чье отделение первым установит флаг нашей дивизии над Капитолием, тех ждут несколько приятных сюрпризов. Во-первых, фарт простит им все карточные долги, он мне сам должен, поэтому я с ним договорюсь». Где-то в последнем ряду третьего взвода раздался приглушенный вскрик обиды и возмущения. «Да-да, простит!» Немного громче сказал я, обращаясь к третьему взводу. «Недаром же я два раза вытаскивал его на себе с поля боя. Во-вторых, помните, как в пригородах Парижа мы взяли один древний замок, в подвале которого были бочки с коньяком? Хозяин того замка очень причитал, боясь, что мы выпьем содержимое самой древней бочки. Нашему комдиву еще нажаловался. Так вот, тогда содержимое бочки было заменено на более дешевое пойло, а ту конину — 150-летней выдержки. Наш с вами брат по оружию заныкал, надеясь после войны выставить этот нектар на свадебный стол своего старшего сына. Так вот, я считаю, что они обойдутся деревенским самогоном, а этот коньяк выпьют те, кто водрузит знамя нашей дивизии над Капитолием. Тем более, что он мне должен, потому что я его отмазал, когда его должны были расстрелять за мародерство. После этих слов раздался стук падающего тела. Старшина Рога вбахнулся в обморок. В-третьих, я лично найду в этом захолустье пару тройку живых овец, чтобы Ашот нажарил столько шашлыков, сколько вы в глаза не видели. Лица бойцов разглаживались. Они забывали о жаре и внимательно слушали, что я скажу дальше. Ну, и в-четвертых, договорюсь с зенитчицами из кубинской бригады о совместной пьянке. А я вам скажу, что кубинки знают толк в сексе. Ну что, возьмем этот чертов Капитолий? Громко спросил я. Взломаем этот хренов, Вашингтон! В ответ раздался такой дружный, встревоженный рев сотни лужоных глоток, что оператор киношников от неожиданности споткнулся и упал на задницу. Разведчики первой роты так громко кричали «Ура!» и скандировали десятка-десятка, что, скорее всего, их услышали даже по ту сторону океана, где-то среди дремучих лесов Урала в секретном бункере, где расположилась ставка во главе с главнокомандующим. Через два дня начался штурм столицы США, города Вашингтон. Долгие шесть лет продолжалась эта война. Шесть лет мы шли к этой победе. Бухал солдат, слеза катилась, хрипел трофейный саксофон, и на груди его светилась медаль за город Вашингтон. Допил вискарь, проверил скатку, послал патрон затвором ствол, еще освобождать Аляску. Вздохнул солдат наш и пошел.